Держи спину ровно. По-моему, эта фраза знакома всем. Да, ох, не зря мама говорила, потому что ровная спина – это не только красивая осанка, но и прекрасное самочувствие. Сегодня будем говорить, как избежать сколиоза, а также не обойдем вниманием коронавирусную инфекцию, внимание которой приковано по всему миру. Так и хочется сказать, держим спину прямо, мы преодолеем все невзгоды. И начнем мы с ваших вопросов. Ну и вот первый из них. Сегодня защитные маски продают не только аптеки. Многие производители наладили производство и зачастую делают акцент не на безопасности, а на красоте. Я это подтверждаю, действительно. Мы о масках снимали уже не одну передачу. И много о них разговоров. Есть рекомендации. Есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Есть рекомендации CDC – это Центр по контролю заболеваний американскому. Есть понятие «медицинская маска». Она может выглядеть так. Это может быть респиратор с уровнем защиты FFP2 или FFP3. Это специализированное средство для защиты в основном медицинского персонала. Хорошо. Вот такая повязка налицо. Меня в магазине спасет от вируса, который, возможно, рядом стоящий человек распространит. Если я буду стоять тоже в такой маске, и ты будешь стоять в такой маске, и все рядом будут стоять в такой маске, то риск того, что кто-то кого-то заразит, снижается. И достаточно сильно снижается. Но как только человек, который болеет вирусной инфекцией, не носит эту маску, а ты носишь, то, можно сказать, носишь ты ее бесполезно. Но самое главное, я поняла, что она пропускает вирусы в любом случае. Абсолютно верно. Она пропускает те мелкие частицы, взвесь в воздухе аэрозоли, которая может тебя заразить. Я часто гуляю по улицам, вижу детей вот в таких масках, например, специально. Мамы, бывает, делают, шьют. Скажу так, есть неплохой побочный эффект от вот таких вот масок. Он заключается в том, что ты меньше трогаешь лицо руками. Ты замечаешь у себя в голове, что тебе нужно следить за контактами. Тебе нужно следить за тем, куда ты идешь, кто рядом с тобой чихает, не чихает, до чего ты дотрагиваешься. Если эти вещи не носить в виде перчаток или таких масок, то через какое-то время ты понимаешь, что все хорошо, никаких проблем нету, и начинаешь трогать лицо, начинаешь не обрабатывать руки антисептиком. Поэтому какое-то напоминание они в себе несут. Еще раз повторюсь, это не защитит вас 100% от заболевания. Если вы ухаживаете за человеком, который болеет, то ухаживать за ним нужно вот в такой медицинской одноразовой маске. А не вот в такой вот повязке. Конечно, красивой и модной, но практически бесполезной. Естественно, что такие маски хороши чем? Их можно стирать, их можно кипятить, их можно обрабатывать и использовать повторно. Если мы говорим о таких средствах медицинских, то их тоже можно обрабатывать, их тоже можно дезинфицировать, но по определенным правилам. Благодарю вас, доктор, за ваши ответы, и мы продолжаем отвечать на вопросы. Наша семья большая, есть и дети, и пожилые люди, все живем под одной крышей, пользуемся, соответственно, одной посудой. Какой должны быть температуры ее ежедневной обработки? Давай вернемся к некоторым правилам пребывания человека больным остроэспираторной вирусной инфекцией в квартире. Этот человек должен быть изолирован, и доступ к нему должен быть только человек, который за ним ухаживает. Что касается предметов быта, то есть тарелки, стаканы, кружки. Если есть возможность использовать одноразовую тару, это просто замечательно. Ее можно совершенно спокойно утилизировать после того, как человек ее воспользовался. Что касается обычных тарелок, вилок, ложек, стеклофарфор. Стеклофарфор. Нужно выделить человеку его определенную тару. До конца заболевания эту посуду использует только больной человек. Понятно, что мы ее моем в перчатках, понятно, что мы ее моем со средством не менее 20 минут, но каких-либо специальных дезинфицирующих средств именно в этом случае не надо. То есть дезинфицирующим раствором не только руки, но и посуду? Нет, не надо. А после болезни? Достаточно помыл, поставил человеку, сам обработал руки или помыл их еще раз, и все. Вот мне интересно, а после болезни такую посуду выкидывать, что ли? Нет, конечно. В принципе, достаточно, если есть посудомоечная машина, которая нагревает, то в принципе это хорошо. Вирус, вирус, коронавирус погибает при температуре 70 градусов при нагревании в течение получаса. При 90 градусов хватает 15-20 минут. Поэтому посудомойка нас спасает. Если мы говорим о использовании этих предметов без посудомоечной машины, то в течение 1-2 минут, если их мыть хлорсодержащим средством, этого тоже будет достаточно. Спасибо за ваши ответы, доктор. А мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. Добрый день, пишет нам Мария. Если заболела кормящая мама, не передастся ли вирус малышу через грудное молоко? Какие меры профилактики в этом случае мамочка должна соблюдать? Прекращать кормление при заболевании матери ни в коем случае не надо. Но нужно соблюдать определенные правила. Понятно, что мама не должна заразить ребенка через дыхание, через слюну. Поэтому она должна кормить ребенка в маске. Естественно, что нужно оградить ее от общения с ребенком максимально. Только для того, чтобы она кормила. Когда она кормит ребенка, она должна обязательно обработать руки антисептическим средством. Быть в маске, покормила, а потом папа, будь добр, возьми ребенка и играй. Вспомни с их обязанностями. А мама, пускай, в это время отдыхает. Убирается сил. Здорово здоровым, здорово здоровым, здорово здоровым быть. Мы возвращаемся в студию программы «Здорово здоровым быть» и продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. Один из них очень актуальный, по крайней мере, для молодых родителей. Вот появляется в вашей семье ребенок, грудничок. Он, безусловно, растет, делает первые шаги. А вот далее конкретный вопрос. Внимание. Марта пишет нам. У меня вопрос про первые шаги ребенка. На что нужно обратить внимание и какую обувь покупать ребенку? Уважаемая Марта, нужно обратить внимание на то, что в первую очередь, когда ребенок делает первые шаги, он делает их дома. Но делать он их должен на разные поверхности. Важно не какую обувь вы приобретете своему ребенку, а важно, как вы наладите его хождение босиком, так скажем. То есть это важно очень? Это очень важно. Трава, земля, песок, галька, щебень. Это все очень хорошо влияет на формирование стопы. Это очень нужно влиять на формирование стопы. Если мы говорим о домашнем каком-то быте, то существуют специализированные коврики для того, чтобы ребенок по ним ходил. Можете положить ковер, можете туда что-нибудь насыпать. Можете с ребенком забираться на шведскую стенку, ходить по каким-то палкам. Вот это очень важно. Если мы говорим по ортопедической обуви, то да, она существует. И, как правило, это не специализированная ортопедическая обувь, которая назначается врачом ребенку. Это просто обувь с крепким задником и со специальной подушечкой, которая находится на стельке, так скажем. Мы не только за комфорт ножек малыша, но и в целом за полное ощущение сухости и комфорта в течение всего дня. Поэтому рекомендуем обратить внимание родителей на вот такие трусики памперс. На них можно переходить в 5-6 месяцев. Они очень удобные, буквально следуют за передвижением вашего малыша. А благодаря вот такому мягкому пояску трусики не только идеально сидят на вашем малыше, но еще и не скользят. И, конечно же, малыш себя очень комфортно чувствует, делая первые шаги. В общем, комфорт и удовольствие для вашего малыша. Позвоночник – это действительно наша опора, благодаря которой мы можем двигаться. Но я вот всегда думала, какая же все-таки эта уникальная конструкция. Мы еще можем наклоняться в разные стороны, при этом не испытывать никакого дискомфорта. Да, действительно, это так. И позвоночник – это столб нашего организма. Давай вспомним, сколько позвонков там находится. Итак, 24 свободных позвонка, 5 позвонков, которые срослись в крестец, и 4 позвонка, которые срослись в копчик. И все эти позвонки должны работать достаточно синхронно. И вот вдруг возникает диагноз – сколиоз, то есть искривление. И что, вот эта конструкция слаженная может развалиться просто? Так получается? Сколиоз не только разваливает эту конструкцию, не только влияет на позвоночник, но он буквально может влиять на все органы и систему. Вот такое опасное это заболевание. И у нас в гостях врач-ортопед Иван Николаевич Киевец. Здравствуйте. Иван Николаевич, добрый день. Добрый день. Вот насколько часто современные белорусы к вам обращаются за помощью в случае диагноза сколиоз? Насколько это очень распространенное заболевание в наше время? Ну, сколиоз – одна из самых распространенных болезней опорно-двигательного аппарата. Да, довольно часто встречается. Конечно, многие, даже вот к многим специалистам ходишь или люди бывают, где-то зашли к одному специалисту, к другому и говорят, сколиоз есть у всех. Нет, это неправда. Мы можем на примере показать, вот это ровный позвоночник или нет? Да, это ровный позвоночник. То есть сколиоз – это искривление позвоночника во фронтальной плоскости. То есть в норме он должен быть ровный. Да, при сколиозе. А здесь есть у нас определенные изгибы, которые физиологически они должны быть для того, чтобы наш позвоночник выполнял свою функцию амортизации. В случае сколиоза в каком конкретном отделе позвоночника будет происходить искривление? Да, страдают все отделы позвоночника, но тем не менее есть первичная дуга искривления, как чаще всего это поясничный отдел позвоночника и компенсаторные дуги, которые, ну таким образом наш позвоночник пытается исправить ту ситуацию, то есть исправить ту деформацию, которая есть. То есть компенсировать ее? Он компенсирует. То есть это чаще всего, значит, первичная дуга – это поясничный отдел позвоночника и компенсаторный – это грудной и шейный отдел. На самом деле у нас у гостей в студии есть вопросы по этому поводу, по поводу сколиоза. Давайте-ка вызывать к нам в студию. Добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Елена, очень приятно. Елена, есть у вас проблемы с позвоночником? Да, конечно, есть. Ещё с детства. А почему «конечно»? Вы так говорите, как будто это у каждого первого. Сейчас это я уже сама чувствую. А в детстве мы это обозначение не преддаём. И ещё с детства меня родители отводили к врачу и поставили диагноз «сколиоз». Ну и по рекомендации мамы я часто ходила с книжкой на голове. Честно, я, например, первый раз слышу о таком методе лечения сколиоза. Ван Николаевич, посмотрите, пожалуйста, на меня. Это эффективно вообще? В теории, да. Здесь всё хорошо, мы стараемся держать спинку. Но дело в том, что если вы сейчас пройдётесь пару шагов в какую-нибудь сторону, у вас книжка начнёт сползать. И вам для того, чтобы держать, придётся эту голову наклонять в сторону. Вот, да, вот сейчас, Оля, смотри, ты наклоняешь голову. Вот эти женщины, которые себе на голове носят, то корзину с фруктами, то ещё что-то. Они справляются с этим? Справляются. Это наличие культуры определённое. То есть у них даже шейные позвонки, они более утолщённые. Вот ты, Оля, писать умеешь? Ну, естественно. А они умеют носить на голове большие штуковины и не ронять их. Ну, это с детства просто привито им. У меня вопрос в другом. Иван, мы говорим о том, что сколиос формируется какое-то время. Но как мы его можем обнаружить в самом начале этого заболевания? Может ли человек самостоятельно дома провести некие тесты своему ребёнку и сказать, что у него есть проблемы с позвоночником? Самостоятельно, конечно, это довольно затруднительно. Дело в том, что истинный сколиос, он вызывает торсию позвонков. То есть торсия, когда позвонки скручиваются друг относительно друга. И эта торсия, она может косметически либо усугублять, либо маскировать сам сколиоз. Смотрится уровень лопаток. Вот, ну вы сейчас хорошо выпрямляться пытаетесь, спинку держать ровенько пытаетесь. Вот, здесь у нас по лопаткам всё неплохо. Вот, дальше треугольники талии. Вот эти вот между рукой и туловищем. Не-не, вы поставьте как-то. Вот, здесь мы видим, что слегка деформировано. То есть здесь, я так понимаю, в поясничном отделе правосторонняя сколиотическая деформация. Елена, как вы думаете, у вас почему развивался сколиоз или сколиотическая осанка? Может, какие-то причины? Ну, я думаю, что, вероятнее всего, мы в детстве вообще не придаём этому значения. Ну, и я была, наверное, стеснительной. Знаете, как голова в плечи. Но есть и другие причины, давайте их рассмотрим. Итак, это наследственность. Наследственность, да. Как правило, если у родителей есть какие-то нарушения осанки или какие-то другие заболевания опорно-двигательного аппарата, это не обязательно сколиоз может быть, то у ребёнка будет предрасположенность к этому. Вторая причина – это нарушение осанки. Ну, сколиоз – это и есть нарушение осанки, как я понимаю. Ну, да, это сколиотическая. Но мы имеем в виду, под нарушением осанки – это когда человек держит неровно спину по каким-то причинам. Да, сутулость, да, и она постепенно, конечно же, приводит. Это приводит к такому диагнозу, как сколиоз? Хорошо. Идём дальше. Полученные травмы? Травмы, да. То есть, может быть, допустим, перелом позвонка был. То есть он стал клинышком. То есть обычно он такой прямоугольненький, назовём его, или квадратненький. Он стал клинышком. И весь остальной позвоночек за ним начал уезжать и искривляться. Или там нейрогенные какие-то деформации. То есть какой-то нерв был повреждён. И появляется дисбаланс мышечный. Но это только травмы позвоночника или, например, травма ноги, если человек начинает хромать? Травма ноги. Может быть, допустим, пациент сломал ногу, и она срослась немножко короче. И это в итоге приведёт к тому, что сначала поясница начнёт побаливать, и постепенно начнёт искривляться. Именно сколиотическая деформация начнётся. То есть если после травмы ноги у вас стала болеть поясница, это повод обратиться к ортопеду? Да. Хорошо. Далее. Какие-то сопутствующие заболевания? Сопутствующие заболевания. То есть вся сопутствующая патология, она усугубляет течение. То есть если организм сильный, у него есть силы бороться, у него есть силы держать позвоночник, то, конечно, тут протекать заболевание будет гораздо лучше. Особенно если ещё приложить усилия какие-то к этому физически, если стараться держать осанку, то, конечно, будет лучший результат. Далее. Гиподинамия. Гиподинамия. Движение – это жизнь. Далее. Избыточный вес. Как связан со сколиозом? В целом организму приходится больше переносить веса. Сам по себе избыточный вес, он больше усугубляет уже имеющийся сколиоз, имеющийся деформацию, потому что тяжелее держать. Елена, а когда у вас обнаружили сколиоз, в каком это было возрасте? В школе, уже в школьном возрасте. То есть это как раз тот возраст, который больше всего... Тут возраст, когда мы неправильно сидим, а в нынешнее время компьютеры, планшеты, как бы все занимаются удобнее... Ага, то есть вы неправильно сидели. Да, и я думаю... А сейчас, как вы думаете, вы правильно сидите за рабочим... Не всегда. То есть вы замечаете, что вы сидите неправильно? Так давайте же пойдём посмотрим, как вы сидели, как вы сидите, ну и немного подкорректируем. Прошу. Давайте. Пройдёмте. Пройдёмте. Елена. Вот вы именно так садитесь за рабочее место, да? Вы можете подкорректировать и по высоте. Да, я так понимаю. А как вам удобно? Как вам удобно? Да ладно, вот так прямо руки складываете. Нет, если прямо дома... Ну, кстати, это не очень хорошая привычка. Ага, вот так вы сидите за рабочим... Зато честно. Интересно, зато честно. Иван, посмотрите, и ноги, и спина скручная. Можно ещё крутее к детям повернуться, там как-то не хватит. Можно полубоком сесть ещё, да, то есть такое. Понятно, что... Иван, прокомментируйте, пожалуйста. Значит, ну, это уже... Я думаю, все знают, что ногу за ногу, на ногу закидывать это нежелательно. Вообще нежелательно. Это вызывает перегрузку нижнего отдела поясницы. Вот, позвоночника в данном случае. Елена, тут же нужно исправить положение ног. Если вы сидите полубоком, то есть ноги в одну сторону, то происходит та самая торсия, то есть скручивание позвоночника. И когда оно всё время в одном положении, всё скручено, скручено, то оно начинает прогрессировать. И опять же вызывает деформацию и в поясничном, и в грудном отделе. Тем более, что быстрее уставать начинаете. Нужно просто стараться сидеть ровненько. Вот тот самый стереотип у себя вырабатывать. Вспомнил? Выпрямился, село ровно. Значит, о том, надо опираться на спинку, либо нет, нужно, чтобы вам удобно сиделось. То есть если вы сидите, не опираясь на спинку, и у вас ничего не болит, при этом не затекает шея, не имеют руки, то значит вы сидите так, как правильно для вас. Я читала, что есть несколько степеней искривления позвоночника. Давайте пройдёмся по каждой, коротко. Первая – это до 10 градусов искривление. Вторая… До 10 градусов, так. Искривление, да. Вторая… Вторая. 11 градусов и до 20. 11-22. Ну, 20. 20, ага, так, 20. Так. Вот. Эти степени, их можно лечить, как правило, без корсета. То есть благодаря каким-то упражнениям? Благодаря упражнениям, благодаря тому, что держать осанку. Если быстро прогрессирующий сколиоз, то тогда применяются корсеты и в этих стадиях. Когда мы смотрим, что, допустим, прошло полгода, а у ребёнка с 5 градусов стало, допустим, 16 или 15, то понятно, что здесь уже нужно бить тревогу, что это такой быстро прогрессирующий сколиоз. Третья степень – это сколько градусов искривления позвоночника? До 30 градусов, 21-30. Так, до 30 градусов, так. И до 40 градусов четвёртая. Если первые две степени, как вы говорили, если это не быстро прогрессирующие, мы не лечим с помощью корсетов, то третья и четвёртая особенно степень сколиоза. Какой вид вмешательства вот врачи делают? И вы говорили об оперативном вмешательстве? Как правило, показания к оперативному лечению – это четвёртая степень скривления. Очень грубо говоря, разрезаем, и вдоль позвоночника выставляем металлические струны, и таким образом пытаемся выпрямить позвоночник. Даже стержни, они примерно с карандашом. Стержни, такие большие стержни. Титановые стержни, которые прочно держат, конечно, я такие операции видел, участвовал в них, то есть результат косметически очень хороший. Но любая операция самая лучшая – это та, которая не была сделана. Конечно же, подвижность в этом отделе пропадает. Иван Николаевич, но это заставит пациента держать спину ровно в буквальном смысле? Что именно? Операция? Такого рода результат этой операции, вот этот стержень. Он держит. Это его основная функция – держать спину ровненько. Вопрос в том, что, как мы уже говорили, из-за искривления позвоночника страдают не только сам позвоночник, а ещё и внутренние органы. Естественно, что они-то должны у нас быть размещены внутри организма, как придумано это природой. А из-за сколиоза происходит давление или лёгкого, с одной стороны, сердца, печени, почки, и страдают все внутренние органы. И те люди, которым делают такие операции, они буквальным образом вздыхают с облегчением огромненько, делают такие операции. Иван Николаевич, мне вот интересно, по статистике, кто чаще всего подвержен сколиозу? Мужчина или женщина? Вот женщина всё-таки беременная ходит, она потом ребёнка в буквальном смысле на руках растит у себя. Беременность — это не болезнь, это физиологическое состояние женщины. Практически одинаково, немножко больше женщин. Ну, это не связано с тем, что мы ходим беременны, ни в коем случае. А больничные дают почему? Больше из-за гормонального дисбаланса вот у девочек и подростков. Женский организм формируется более резко в этом периоде. И вот эти скачки роста, они, как правило, начинают появляться, вот эти вот деформации. Давайте же вернёмся всё-таки к профилактике. Иван, можно ли какими-то определёнными движениями сделать так, чтобы у тебя, ну, не развился этот самый сколиоз? Нужна общая физическая активность. То есть, чтобы человек был сильным. Это не только упражнения на спину. Это и приседания, и упражнения на руки, и на пресс, и игровые виды спорта. То есть, для того, чтобы организм сам по себе был крепким, чтобы он мог держать. Ну, и, конечно же, если выявляется такая деформация, то нужно подкорректировать. То есть, каких-то упражнений добавить чуть больше, именно на ослабленные группы мышц, чтобы вернуть эту деформацию в другое русло. То есть, очень много результата видели, когда занимались. Вот даже вы сказали, что в детстве поставили сколиоз. Ну, поставили и поставили, ни на что не влияет. А потом вы уже поняли, что, ага, и поясничка побаливает, да, и там, и в руку что-то отдаёт, и голова болит. Но в том-то возрасте мы об этом не задумываемся. И тут уже результат зависит больше не от ребёнка, а именно от дисциплинированности родителей и специалистов, которые занимаются. Есть ли какие-то определённые виды спорта, которые противопоказаны детям, которые болеют сколиозом? И есть такое предположение о том, что какой-то определённый вид спорта, например, плавание в бассейне, оно вот просто избавляет прямо от второй, третьей степени сколиоза. Такого вида спорта, чтобы, вот, занимайся, и у тебя не будет сколиоза, нет. Но, тем не менее, вот, про плавание часто, я даже сама слышала рекомендацию, уходите в бассейн. Это кардионагрузка, это весь плечевой пояс, это дыхание, спина, работает практически всё тело. Конечно, это лучше, чем ничего не делать. Какие упражнения, Иван, вы порекомендуете конкретно нашей Елене выполнять каждый день, вне зависимости от похода в бассейн? Обычная зарядка, этого вполне будет достаточно, потому что специально вы сами для себя ничего не скорректируете. Очень многое зависит от того, где дуга искривления начинается, основная. Одно упражнение может быть хорошо для одного человека, а у второго дуга искривления на один позвонок выше, и эти упражнения уже действовать не будут. А это обязательно нужно делать с инструктором ЛФК и после консультации врача-ортопеда? Абсолютно верно, и нужно, чтобы контролировал, всё время был контроль, потому что все наши болезни, они не статичные. Последний буквально нюанс, наша гостья на каблуках к нам пришла. Не вредно ли это для позвоночника в данном случае? Ну, современной женщине довольно сложно сейчас обойтись без каблуков, конечно, но когда мы надеваем каблуки, ну, не мы, а вы, скажем так, да? Таз наклоняется вперёд и получается избыточный изгиб в поясничном отделе именно. Мы благодарим нашу гостю, спасибо вам огромное, Елена. Ну, и я вот маленькую подсказку для Елены. Безусловно, физические упражнения хороши в данной истории для профилактики сколиоза, но и не забывайте про продукты питания. Мне кажется, это тоже важно. И вот, например, бифидин, он содержит не только полезные бифидобактерии, но ещё и кальций, который очень полезен для косточек нашего позвоночника. Плюс ко всему витамины А, С и даже витамин Д. И ещё разнообразие вкусов. Употребляйте каждый день и будьте здоровы. Спасибо вам большое, Елена. Спасибо. А также мы благодарим нашего доктора Ивана Николаевича Кивца, врача-ортопеда. Спасибо вам, доктор. Конечно, женщина на высокой шпильке – это всегда волнение для мужского сердца. Я думаю, что, Валер, ты согласишься. Да, и для женского позвоночника. Да, так что, по крайней мере, мужчины должны следить при этом не только за красивой женщиной, но и за своим давлением. Измерять его ежедневно при помощи профессионального тонометра компании «Амрон». «Амрон» – сердце каждого тонометра – это электронный датчик давления, за счёт чего получается точность измерения. «Амрон» сделано в Японии. Ну а мы от травматологии переходим к психологии. Далее занятные советы и интересные уроки. Наступил долгожданный выходной, и так хочется понежиться в постели подольше, но тут молодая семья слышит, как в маленькой кроватке плачет совсем маленький ребёнок. Долгожданный малыш. И как это ни странно, родители начинают спорить между собой. Нет, пойди ты к ребёнку, нет, накорми ты его, я всю неделю его кормила. Папа начинает говорить, я всю неделю деньги зарабатывал. В общем, всё начинается со взаимных упрёков, и в семье скандал. Но ребёнок-то не виноват. Откуда это раздражение? Ведь буквально вчера у молодых был конфетно-букетный период, а сейчас они мама и папа. Да, действительно, новые роли, новые ощущения, и не все их выдерживают. Мы за то, чтобы семья с появлением детей только укреплялась. И вот поможет нам решить этот вопрос замечательный семейный эксперт И вот нас в гостях психолог Екатерина Хромкова. Екатерина, добрый день. Добрый, добрый день, здравствуйте. Екатерина, почему так меняются взаимоотношения в семье с рождением ребёнка? Это какой-то кризис? Да, это безусловно кризис, но не обязательно со знаком минус. Мы же говорим про кризис, в том числе, когда происходит какое-то интенсивное изменение, появляются новые структуры, новые формы. Почему это происходит? Ну, была пара, были привычные правила, были привычные эмоции, привычные ритуалы. И тут, на момент, насколько бы семья не готовилась, всё меняется. Меняется эмоциональный фон, меняются, опять-таки, все правила и все законы, которые раньше были в паре. И пока пара к этим законам привыкнет, она проживает достаточно тяжёлый и сложный период. И некоторые к этому периоду совсем не готовы, готовы прямо разводиться. Да, и вот такая пара есть у нас в гостях, давайте пригласим их к нам. Пожалуйста, проходите, проходите смелее. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем вас, вы, прежде всего, родители, молодые родители. Спасибо, спасибо. Так, как вас зовут, расскажите? Инга Владислав. Инга Владислав. Как зовут вашего малыша или малышку? Константин. Константин. Сколько Константина? Один годик. Один годик, так. Вот в какой момент после рождения Константина вы поняли, что есть проблемы между вами, прежде всего, как вот парой? После так шести месяцев мой муж стал задерживаться на работе, вот, а я, как бы, всё, своё внимание уделяю ребёнку. Так. Вот, а я, как бы, не могу своё внимание уделять ему, потому что у меня его просто нет. То есть основная проблема, что муж требует от вас внимания, но вы уже к его приходу без сил. Да. Ну, девушку мы не послушали. Давайте теперь послушаем мнение мужа. Ну, я вообще хочу сказать, что не совсем точно, что я задерживаюсь на работе. Я хочу обеспечить свою семью, потому что у нас родился долгожданный ребёнок, мы очень этого ждали. И для меня это ответственный шаг. Я хочу работать и зарабатывать деньги. Здесь вроде бы всё понятно. Каждый прав по-своему. Ну, что-то не так, мне кажется. Правда, вот налицо какой-то конфликт между молодой парой. Да, невозможность, казалось бы, договориться и так далее. Что не так? Что не так. Ну, правда, в это время, когда появляется малыш, в паре действительно пара становится очень чувствительной. Каждый её член становится особенно чувствителен к настроению, к отношению. И действительно, к каким-то мелочам или событиям, на которые раньше никто не обращал внимания, сейчас придаётся огромное внимание, даже грандиозное. Как говорит наша гость, мне кажется, что он задерживается. А наш гость говорит, нет, я работаю на благо семьи. То, что раньше казалось нормой, сейчас кажется совсем другим. Так, получается, что есть некий диссонанс. Вот в этой паре муж-жена, родители-дети, да? Да, да, потому что в этой паре очень сильно меняются роли. Сначала роль была близкие люди, любовники, пара, любовники. Так, супруги равно любовники, да? Да, это действительно так. Не всегда, конечно, но... Но мы рассматриваем хороший вариант отношений. Так, супруги равно любовники, хорошо. Далее. Вообще-то, до тех пор, пока молодая пара не заведёт ребёнка, они остаются детьми своих родителей. И радостно пользуются этим положением. Дети собственных родителей. Дети собственных родителей. Дети детей, можно сказать, ещё и так. Дети, тем не менее. Да, дети собственных родителей. Хорошо. Кроме того, это свободные люди, которые могут вскочить в машину и поехать ночью на озеро смотреть на звёзды. Или в любой момент отправиться в кино, или отправиться к друзьям. Те, кто оплодает свободой. Свободные люди. То есть они свободные, сами готовы решать. Конечно. Готовить им сегодня не готовить. Да. И эти три роли, любовники, дети, свободные люди, одномоментно замещаются новой ролью. И эта роль называется родители. Пока в паре произойдёт адаптация, пока новоиспечённые родители снова вернутся к своим ролям свободных людей, опять-таки к ролям любовников и детей своих родителей, более беспечных людей, должно пройти время. И это время считается кризисом пары и кризисом рождения ребёнка. Что бы вы на данный момент хотели сказать друг другу? Ну, я хочу сказать тебе, что у меня родился ребёнок, у нас родился ребёнок. В общем, я очень счастлива, правда. Но я не могу, как бы, к сожалению, я не знаю, что делать. Как нам с тобой решить эту проблему, я, правда, не могу своё внимание уделять тебе. Потому что всё внимание уходит ребёнку. Всё для малыша. А вы что хотите сказать? Ну, я хочу сказать своей супруге, чтобы она помнила, что у тебя есть такой муж. Я стараюсь уделять тебе внимание, дарю подарки. Просто ты не всегда это замечаешь. Что меняется в мужчине и в женщине с приходом ребёнка в их семью? Каждый из них приобретает как те чувства, с которыми ранее не был знаком, с которыми ранее не встречался, так и приобретает какие-то характеристики в поведении, в характере, которые, опять-таки, проявились только в момент рождения малыша. И это такое неизведанное, это такая зона, в которой супругам приходится вырабатывать новые реакции каждый день, пока они не справятся с этой задачей. Тут есть свои нюансы, что касается, да, и мужчины, и женщины. Да, безусловно. Итак, давайте поговорим о женщине, прежде всего. Конечно. Сколько она дает жизнь, да? Занятость. Так, далее. Усталость. Растерянность. Ну, понятное дело, если ты первый малыш, так тем более. Какие-то внешние перемены, в том числе, да, то, что касается и тела своего, с этим тоже нужно примириться, суметь. Утрата иллюзий. То есть, видимо, ждёшь чего-то одного, получаешь другое. Действительно, то, что у нас описано, это те состояния, с которыми встречается женщина каждый день. Если это первый ребёнок, женщина часто растерянна, она не знает, что делать, она перепроверяет каждое своё действие, сверяется с книгами, родителями и так далее. Она чувствует усталость, она постоянно, бесконечно занята и не находит времени для себя. И действительно, она утрачивает иллюзии, потому что, когда мы мечтаем о малыше, мы представляем розового, замечательного пупса в бантиках, в шляпках, который будет лежать в кроватке. Всегда улыбаться и проситься к нам на ручке. А получаем, в общем, довольно рыдающего часто на регулярной основе карапуза, которого невозможно понять, почему он плачет, что он хочет и так далее. Ну и, конечно же, внешние перемены. Наша гостья действительно прекрасно выглядит, но бывает по-разному. Женщины могут испытывать и болевые ощущения, может очень сильно меняться их тело. И это то, с чем женщине очень тяжело смириться, и поэтому фон ее настроения очень часто бывает негативным, невысоким. И тут, кстати, Владислав, обращаю ваше внимание, большую роль сыграет именно муж и те слова, которые он скажет в нужную минуту своей жене. Подождите, ну а муж что? Давайте все про мужчину тоже поговорим. Давайте поговорим, у меня будет куча вопросов по мужчине. Это так. Так, что касается мужчин, неуместность, так далее, конкуренция, да, намек на то, что больше времени уделяешь ребенку, потери женщины, да, именно как, наверное, любовницы прежде всего, и раздражение. Итак, про мужчину мы тоже будем говорить, что он утрачивает иллюзии и ожидания. Мужчина тоже ожидает, что да, в их семье появится ребенок, но при этом сохранятся отношения, сохранятся все те статусы, к которым семья привыкла. Но это не так, и приходится с ожиданиями прощаться. Неуместность, конкуренция и потеря женщины – это взаимосвязанные вещи. И мы слышали это в словах нашей гости, правда? У меня нет на тебя времени, у меня родился ребенок, я не могу, у меня нет сил. Действительно, женщина очень много времени проводит с ребенком, и рано или поздно мужчине кажется, что он третий лишний, что он неудел, ну что он просто тот, кто что-то приносит, продукты, деньги, творит какие-то внешние дела. Но дома ему как будто бы даже не рады. И, конечно же, меняется интимная сторона жизни, меняется дружеская сторона жизни, потому что найти время, чтобы побеседовать со своей супругой, посмеяться, посмотреть какой-то фильм практически нет. И часто потому что действительно женщина не может позволить себе это сделать. И, безусловно, как вывод, как финальное чувство – это раздражение и даже злость, как на ребенка, так и на свою супругу. В этот период, правда, мужчине что нужно? Мужчине нужно вернуть свою женщину ласковые слова, прикосновения, может быть, какая-то шутка, что-то действительно нематериальное. Чтобы ваш муж вспоминал, что вы по-прежнему испытываете к нему влечение, что вы по-прежнему рады, что он возвращается домой. Ибо мужчины в этот период часто считают, что их дом перестал быть уютным местом. Может быть, что-то забавное. Да подарить какой-нибудь просто символический подарок. Подарите своему мужу букет в виде цветов. Скажите что-нибудь приятное. Вот каждый шарик как будто что-то символизирует, какой-то оттенок вашего чувства к нему. Ну, хорошо. Давай так. Я тебя все-таки люблю. Все-таки. Вопреки, несмотря на. И это важно, и это здорово. Так. Ты для нас защита. Ты для нас важен. Ты нам необходим. Мы без тебя не сможем. Спасибо. Мне очень приятно. Спасибо большое. Многие мужчины, а иногда и женщины, они абсолютно немногословны. И подобрать какие-либо слова своей второй половинки, но они не могут абсолютно. А мне кажется, эти фразы, они очень важны. Давайте составим небольшую памятку для молодых людей, как они могут поддержать друг друга. Молодых родителей, да, в их новой роли мамы и папы. Да, отличная идея. И эти фразы будут для них помощниками. Итак, тут есть подсказки для мужчины и подсказки для жены, для мамы. Итак, как мы можем друг друга поддерживать? Какими фразами? Владислав, давайте с вас начнем. Конечно, начинает мужчина всегда почему-то. Ну ладно, давай. Дарю тебе выходной. А вы в ответ ему. Красиво. А у тебя все получится. На самом деле нужно поблагодарить, обязательно благодарить. Он же такой порыв делал. Спасибо тебе, дорогой Владислав. А я верю, что у тебя все получится, и все наши планы грандиозно благодаря тебе сбудутся. Ну попробуйте, это легко. Главное от души. Спасибо тебе, дорогой. И я верю, что у тебя все-таки все получится. У нас вместе все получится. Класс. Спасибо за малыша. В ответ. Дорогой? Пожалуйста. Дорогой, спасибо тебе за заботу. Мне очень приятно. Так, если бы не было тебя, вот не было бы у нас такого прекрасного малыша. Ты есть, и действительно, и малыш, он радует нас. И мы справимся с его воспитанием вместе. Да. Так. Ты красивая и желанная. И все-таки ты отличный отец. Мне кажется, вот эта вот ремарочка в виде «и все-таки» она не кстати. Знаешь, как будто ты подразумеваешь, что ты, конечно, не очень. Ну ладно, таким быть, скажу. Нет. Я верю, что ты прекрасный отец. И ты действительно, пусть в мелочах, но помогаешь мне. И я это очень ценю. Давайте, я вас верю. Я верю, что ты отличный отец. И ты помогаешь нам хоть в мелочах, но помогаешь. Все-таки это правда. Я тебя люблю. Такие признания должны быть, как правило, взаимны. Да? Да. Ну, вот вспомните, как вы с ним познакомились. Наверное, что искра какая-то пробежала, которая потом разразилась в пламя. И все-таки когда-то вы же говорили ему, что я тебя тоже. Я тебя тоже люблю. Прямо как на свадьбе. Осталось только крикнуть. Наша пара большие молодцы. Они проделывают большую работу, потому что действительно, когда есть малыш, все чувства, все эмоции сконцентрированы именно туда. И очень тяжело разговаривать друг с другом. Кажется, что это не очень важно. Мы же заняты малышом. А наша пара все-таки вспомнила, что они есть друг у друга. И мне кажется, это очень важно. Провожаем наших гостей и также благодарим потрясающего семейного психолога, эксперта в межличностных отношениях Екатерину Хромкову. Спасибо вам большое. Пожалуйста, до свидания. И вот на этой трогательной романтичной ноте мы завершаем нашу телевизионную встречу. И всем пожелаем взаимопонимания и любви. Помните, здорово, здоровым быть. Мы в эфире со вторника по пятницу. Будьте любимы. И увидимся. Пока. Чтобы мыслить позитивно На работе и в семье Загружай себя спортивно Дай разрядку голове С первой угадай попытки Что от стресса подойдет Не таблетки, а улыбки Улыбнись, и все пройдет Кто б ты ни был, где б ни шел Запиши карандашом Очень важно не забыть Здорово здоровым Здорово здоровым Здорово здоровым быть Продолжение следует Продолжение следует...